друзья всем привет так все они принципе здесь ходят все дружненько никто никого не обижает но понятно у них тут своя стая у тех своя этот пока один но он он тоже как бы привыкнет к ним и будет с ними ходить дружить все будет у него отлично великолепно друзья и друзья я еще хочу сказать по поводу кати мы вчера все сделали до даже ну сразу практически мы сразу позвонили получилось как хотя мы обычно ну она там гуляет это в парку в центре я вышел магазин она с баксиком пошла прогуляться там фонари горят хоть уже и темно было ну свет горит и получается катя говорит собака неоткуда во взялась и она как бы на баксика и катя поднимала баксика и она немножечко хватанула получается хотела его хватанула катю у нее есть чип на ухе но друзья я тоже понимаю чип это знаете как эта собака стерилизована то есть она как бы ее стерилизовали но а есть прививка или нету мы не знаем почему я и звонил нашему местному ветеринару потому что ну как бы это бродячая собака они как-то должны же учет вести там потому что она стерилизована значит ее как-то должны там ловить этот почему я и позвонил мы на скорую позвонили друзья и по поводу прививок это оказывается не все так просто как знаете она все поехал сразу тебе будут делать нет так она не работает получается мы сегодня еще сейчас ждем позвонят нам ну короче мы решаем этот вопрос это мы мы сами понимаем что это серьезно может даже процентов 95 что все нормально но друзья знаете как береженого бог бережет поэтому он они гоняют его немножечко поэтому мы наблюдаем друзья и сейчас поедем в центр еще короче занимаемся этот вопросом решаем хочу еще друзья сказать по поводу вот этих вот всех птичек друзья они будут у нас все вместе пока мы же не хотим разводить как бы там чистую породу понимаете это просто птички для души вот как дома держит попугайчика люди понимаете или там допустим держат я не знаю как сказать рыбак вот и мы мы держим хозяйство думаем заведем а таких маленьких курочек просто чтобы они глядьте какой красавчик типишь и эти вот пуха пуховые их как бы называю я знаю друзья что это китайские шелковые но их называю пуховые отсаживать я я не могу каждого отсаживать вроде кажется друзья вместо много но ему каждому надо уход сделать почистить у него покушать ему дать водички попить понимаете а представьте я каждую птичку или каждого поросеночка каждую козочку буду отдельно отсаживать это очень сложно поэтому мы и индюков вместе посадили и этих вместе потому что так удобней нам понимаете поэтому не переживайте все он видите мы же не не просто так мы еще вчера были здесь прямо до крови никто не дерется да по-любому стычки будут даже свиней соединить там разных даже маленьких поросят они будут драться то есть это животина птица они по-любому дерутся так что там горит даже люди дерутся с одного с одного поселка те с той стороны те с той стороны а потом дерутся вместе где-то вместе получились и дерутся точно так и животные друзья понимаете и козы дерутся даже да не только козлы и козы поэтому друзья ну это нормально что они там немножечко подерутся но мы же наблюдаем понятно если бы они его тут все били клевали ему он бы был там весь побитый понятно мы бы его отсоединили ну а так все с ним отлично и великолепно поэтому да он там они показали что они главные он убегает но они оботрутся через месяцок все они будут думать что они все вместе с одного племени поэтому вот так вот все отлично получается сюда их можно было но они там то ли вылетят то ли еще что-то ну и друзья незачем лучше когда они все вместе так что я думаю ответил на такой вопрос поэтому не переживайте он он ходит все у него отлично клюет я думаю не голодный не жажда его не мучает все нормально так что такие дела мы мы же уже не первый год хозяйства держим представьте если бы мы постоянно каждого кролика отдельно каждого того отдельно но это очень сложно почему мы и чистую породу друзья допустим если бы мы хотели там чистую породу держать да ибо надо было там отдельно петушков отдельно ну короче это сильно сложно это не так просто шла клац там взял где-то в одной этот в одном поселке например взял там курочки и продаешь чистую породу нет это так не работает надо этим заниматься, серьезно поэтому мы не на продажу это чисто для души, ну может местный кто-то спросит, мы там недорого и продадим, чисто символически понимаете, вот вот этих вот маленьких кипишевичек я предложил там человеку, он сказал, я подумаю недорого, думаю, пускай заберет у нас в принципе есть, там подрастают тоже маленькие бинтамочки а человек хотел, я думаю, ну предложу тоже так, он держит хозяйство, думает будут бегать, и вот где кипиша мне подарили, там тоже человек их держит отдельно, и они у него там бегают маленькие такие петушки и курочки, он просто говорит как бы я приду, посмотрю там и все, плюс когда-никогда яичко снесут так что, друзья, такие вот дела 27,8 друзья, температура у них хорошая видите, как я и говорил, одна лампочка сейчас работает днем, на ночь включу две купили, друзья, только что приехали с больницы, заехали в наш местный магазин купили вот такую кормушку еще одну у нас одна у пуховых одну сейчас я повешу индюшатом там мы приехали домой в инкубаторе начался вылуп на два штучки проклюнулись ну получается еще сегодня только 26 сутки ну в принципе нормально завтра вылупится на 27 в принципе нормально и друзья, хочу потому что многих но кто будет спрашивать поехали мы в больницу до хирурга Кате сделали прививку у нее есть прививка вот эта от столбняка или как она там правильно называется но при укусе нужно если не прошло если прошло уже 5 лет она раз в 10 лет ставится если прошло 5 лет то надо еще ставить короче, ей сделали прививку сейчас она узнает этот короче, нужно ехать к травматологу узнает есть потому что время уже позднее пока туда-сюда мы поездили пока там побегали походили ну вот время уже как бы после обеда сейчас пока поедем ну сейчас узнаем если там есть травматолог то мы сейчас поедем сделаем ей прививку и то, друзья хирург обработал рану там писал что-то в карточках и этот он сказал но должен посмотреть травматолог и он уже будет принимать решение колоть не колоть так что такие дела собаку друзья мы два раза там сегодня проезжали специально медленно по кругу не видели эту собаку хотя видели 4 собаки без бирок а это точно была с биркой потому что ну как бы зафиксировали мы ее ну будем надеяться что все будет нормально было получено сейчас давайте я повешаю эту а я им сейчас тут саморезик закручу и какую-то веревочку сделала проволочку лучше и уже будет они не так будут разбрасывать друзья Катя позвонила и пришлось нам ехать ну выбор то невелик но короче съездили мы зря потому что этот фонарик светит надо выключить фонарик сейчас о уже темнеет потому что врач уже ушел домой вот этот травматолог получается надо будет завтра или послезавтра Аркадя поедет ну мы бессильны ну друзья вон она сидит с баксиком всем привет да мы уже приехали в село в наше ну короче сейчас уже пойдем туда-сюда управляться друзья ну а вакцину по-любому не знаем может нам сказал вот этот хирург что может даже надо травматолог скажет у травматолога мы узнали вакцина то есть он скажет надо колоть или не надо друзья ну уже в сарае я немножечко и перекусил дома потому что целый день еще не ел и друзья укололи же Катю вот эту от столбняка вакцину и получается ей нельзя сегодня купаться ну и рука так немножечко болит я говорю сегодня оставайся дома а я сам здесь сейчас поуправляюсь ну время где-то сейчас 6 часов еще он немножечко светло почистил вот этот сейчас его сделаю дезинфекцию занесу включу пускай просыхает а завтра уже этими отрубями подсыплю и будет уже как бы тот пока поставил пускай я его почистил пускай помоется ну пока он не нужен там там цеплять немного ну под квочкой может будет короче друзья так я и не дал насыпал и мне Катя позвонила и он я так и поставил я смотрю наверное я не буду еще одну лампу включать гляньте у них 29 градусов это вот здесь под лампой там вообще еще теплее то есть когда дверь закрыта здесь помещение довольно таки тепло то есть сквозняков здесь нету все эти отверстия я позакрывал чтобы не сквозило ну и плюс у них отдельный этот я даже приготовил уже и саморез этот включил в резетку саморез приготовил и Катя позвонила сейчас я им прикручу и дадим посмотрим так они испугались все все забежали туда в угол уже сегодня чистить не буду а завтра у них в принципе почищу все поубираю и будет у них тут отлично великолепно корма этого здесь должно им до утра хватить стабильно ну потому что хватало две штучки вот утром я насыпал вот видите и гляньте я только открыл опа сразу температура пошла спускаться и влажность добавляется этот датчик хороший надо будет еще буду в том магазине рядом куплю еще такой здесь получается он и влажность измеряет и температуру но сам датчик и сами датчики вот там то есть тот белый я еще когда-то помню спорил что там тоже на тому ну на на самом датчику оказалось белый там в самом приборе влажность измеряется о все они уже подходят вот так вон она же клюет ну для них я же говорю даже если будет температура вот здесь 20 под лампой там отлично ну это я же закрыл отсюда прямо тепло идет друзья так что не переживайте все у них отлично оп оп прыгают места им хватает запаха еще отсюда нету в принципе знаете как воняет нет еще опилками пахнет поэтому я же говорю сегодня еще пока чистить не буду ну а завтра уже можно будет да вот она она вот еще сыпучая отлично да да это возле воды вот немножечко а там вообще шикарно и там у них под лампой тоже оно сухое так что все отлично я доволен видать видать оно бы и там нагрелся и тот брудер что я первое делал просто я сразу хотел знаете как думаю там блин час подождал вроде не греется а здесь надо сейчас получается там и стены прогрелись то есть и та дверь и эта дверь здесь двойная и это прессованные опилки там вообще дверка с этого с холодильника вообще теплая ну теперь все слава богу сюда можно еще даже подкидывать если что цыплят я думаю они обижать не будут ну хотя хотя сегодня сегодня 19 ну грубо говоря еще две недели уже апрель я думаю большеньких уже как бы начнем продавать уже у меня спрашивают люди и остальных будем садить туда я думаю за две недели я уберу так что друзья сейчас пойдемте я поставлю друзья ливень пошел такой хороший волокна в будке сидит у него там сухо хорошо а вот еще надо сейчас будет забрать помыть чтобы просохло и эту ну уже я думаю завтра будут цыплята друзья так а это с канистры они как туда все в печку видите мурка сразу активизировалась кстати друзья давайте я вам сейчас покажу Катя посадила и вот сюда поставлю вот такая вот трава будет и вот она повсходила я вам не показывал но вот видите поставили сюда на окно здесь самое светло еще ничего не кормил ну друзья сейчас я уже сделал начну уже потихонечку управляться всем по порядку буду давать начну с улицы отнесу уткам кролям дам короче всем по очереди свиньям дам и он как уже загула выходит тоже уже аппетит прорезается муха кушает великолепно друзья гляньте все подчистую поилочку я сделал ей вот немножечко где-то он сочится но оно залоится я сильно не переживаю и пумба видите уже как бы сильно он не достает давай сейчас дам пумба да оно тут есть не нема только у перепелов но я потом достану ему яичко подожди подожди так то что я у цыплят повыбирал завтра дождя уже не должно быть кину на улице курем розочки так яйца одно снесли на полу грязное но мы его тоже берем в инкубатор положим как бы как сказать мы же в инкубаторе моем вот гляньте там влажность поднялась я полностью закрыл сейчас оно там все просушится сделаю дезинфекцию ну сегодня подготовлю пока буду управляться оно все сделается и пока будет этот брудер здесь стоять не надо ни переноска ни где ничего он включил и все все равно цыплята еще будут может скоро заложим и этот гляньте друзья я пока здесь крутился никто его не обижает здесь драк нет уже вообще поэтому не переживайте как мы и планировали да он такой с опаской от курочки от этой бинтам ходит но я думаю он не голодный водичка есть у них я им тоже кстати поменяю водичку кормушка вот такая ага кипишевич видите то есть с этого загончика он бы вылетел а сверху сетка он не вылетит получается вот такую кормушку мы купили 100 гривен там еще другие зеленые с крышкой большой но мне не понравилось она такая крышка ненадежная что если она слетит они туда залезут нагадят короче решил вот такую сейчас я поубираю потом вас выпущу ну ладно хотя в принципе давайте выпустим индюшка сегодня выходила он черная так выходите тут в принципе не сильно грязно давай выходите погуляйте идите ну эти то все знают что к чему эти то знают выходи Петька побежала такая маленькая курочка но держит весь весь сарай в ежовых рукавицах ну пускай они выйдут я думаю все у них будет отлично и великолепно так а ну-ка друзья давайте шо вы а вы че не подоедали а уже хорошая девчулька килл девяносто друзья растет так курица а ну давайте сюда заглянем я не знаю Катя будет завтра уже посмотрим по срокам а сейчас давайте а ну ой-ой-ой уже цыплята ой мы сегодня их сейчас сразу и посадим в этот бруда а ну вот этот не вылупился блин вот видите собака это конечно блин не вовремя нас откуда она взялась это сегодня я же говорю ездили двора о есть он там живой она ему поможет да цыплята пускай еще побудут здесь а квочку друзья ходить она не будет будем цыплят забирать потом у этих двоих у индюшка о вышел вышел друзья гляньте он все он видите к ним идет он уже как бы как будто они с первого класса вместе оно будет подзывать курочку я думаю будет пятнашка на них так смотрит смотри аккуратно кипиш чтобы она вас не хватанула ну друзья за Катю спасибо всем кто переживал я обязательно вам расскажу ну или Катя скажет мы уже завтра у нас еще брат двоюродный работает в больнице я у него спросил он говорит там две короче вакцины есть есть такая что 40 уколов делают а есть такая что вот это там раз колят потом через три дня потом через неделю ну мы надеемся что такая что 7 раз колот но в течение трех месяцев последние аж через 90 дней в течение трех месяцев будем надеяться что такая вакцина потому что Катя сказал что он говорит что может быть он у директора больницы или главврача у главврача он спрашивал здесь нашего местного ну не нашего а рядом поселок мы туда ездим больницу наша больница так не сильно сейчас работает и но он же знает где что как он говорит если той вакцины не будет вот это что 7 раз колоть то будут колоть вот эту что 40 ну а там посмотрим друзья в любом случае посмотрим как оно будет я вам все расскажу так что такие дела все друзья всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно пишите комментарии всем пока